А вот в Грузии прошла масштабная акция протеста против итогов парламентских выборов. Оппозиция выступает против правящей партии, обвиняя ее фальсификацией. Их поддерживает глава государства. В Грузии, к примеру, парламент главный законодательный орган, а президент выполняет представительскую функцию. Однако сейчас политический накал в стране достиг новой высоты. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Юлия Тужилкина. В Тбилиси около 20 тысяч человек вышли на акцию протеста, выразив недовольство итогами парламентских выборов 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Однако оппозиция и президент страны обвиняют власти в фальсификации и нарушениях, заявляя о нелегитимности результатов. Все вы, кто здесь находитесь, вы не проиграли выборы. Ваш голос украли. И попытались украсть ваше будущее. Но на это никто не имеет права. Мы будем бороться, чтобы защитить ваше конституционное право на голос. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас важно спокойно и, подняв голову, защищать свои голоса. Среди организаторов протеста четыре оппозиционные партии, которые преодолели 5-процентный барьер и получили право на места в парламенте. Но уже заявили об отказе от мандата в знак несогласия с результатами выборов. В Грузии оппозиция ассоциируется с проевропейским курсом. Потому не случайно на митинге, помимо государственного флага Грузии, были и флаги Евросоюза. Что нас сюда привело, вы сами знаете. И тут не только я. Это решение всей Грузии. Люди за то, чтобы мы были за Европу. Для того, чтобы будущее наших детей было счастливым. Мы пришли сюда для того, чтобы показать всему миру наше четкое решение по поводу того, что мы хотим в Европу. И наше правительство никак не отражает нашу волю. Тут всего 10% людей, которые успели быстро, без организации, собраться. Сейчас у народа шок. И когда он пройдет, все увидят мощь этих людей. В итоге оппозиция потребовала проведения повторных выборов под контролем Международной избирательной администрации. И получения доступа к электронной информации Центра избиркома. На ответное решение протестующие дали правительству 24 часа.